Региональное министерство спорта ставит перед собой амбициозную задачу. К 2024 году больше половины жителей региона должны регулярно заниматься физкультурой и спортом. Алексей Перфильев, министр спорта, недавно отметил, что впервые за последние несколько лет отрасль получает дополнительные и очень значительные средства. Алексей Анатольевич сегодня у нас в гостях и мы говорим о том, как это возможно и когда к нам поступят деньги. Здравствуйте. Добрый день, Евгения. Вот вы 7 месяцев, я посчитала уже в этой должности, в этом качестве, и вас можно разобрать на цитаты. Вы говорите, появятся островки здоровья. Что это такое и когда? По нацпроекту «Спорт. Норма жизни» у нас действительно каждый из муниципальных районов получит малые спортивные площадки, которые мы называем островками здоровья. Ну что в эти площадки? И нужно ли подавать какие-то заявки, где они появятся, кому отдаются? Да, у нас есть определенное ранжирование по тому, как районы представлены системой ГТО, и поэтому в этом году уже прошли конкурсные процедуры, и 25 площадок поедут в 25 районов. То есть конкурсная процедура прошла, соответственно, за август-сентябрь пройдет поставка. Ну, соответственно, в октябре будет установка этих площадок. А что это за площадки, что туда входит? Это площадки, где можно подготовиться не только к сдаче норм ГТО, но действительно найти свой островок здоровья. Это комплекс турников, баскетбольное кольцо, теннисные столы. Ну, примерно то же самое, как в некоторых парках спорта уже установлено, да, и турники. Скажите, пожалуйста, вот речь идет о 250 миллионов. Планируется направиться на физкультурно-оздоровительный комплекс, который будет построен в Барнауле. Что это за комплекс? Мы вместе со спортивной общественностью приняли решение, все же, и, скажем так, большая была проведена работа. Мы нашли два типовых проекта, и, соответственно, у нас будет возможность построить два физкультурно-оздоровительных комплекса, которые будут по направленности один игровой, универсальный, а второй – это центр единоборств. Вот. Таких объектов у нас еще нет в Барнауле? Ну, значит, у нас есть подобные, но здесь мы все же и попытались, и у нас это получилось, найти из реестра Минспорта нашего федерального то, что уже прошло определенную проверку, проверку в том числе и временем, и экспертиза, поэтому, ну, в чем-то они, наверное, будут похожи на те объекты, но чем-то и отличаться будут. Только в Барнауле что-то такое появится, или в других городах тоже? Здесь у нас все же появится ледовый комплекс в Бийске, и ФОК, который мы планировали, просто будет состоять из двух частей. Это в Барнауле, да. Когда? 21-22 год – это годы строительства, соответственно, но будет открыт он не позже 23-го года. Откуда средства? Ведь это нужны миллиарды рублей. Кто помогает и где вы изыскиваете? Наша региональная часть «Спорт. Норма жизни» является частью федерального проекта «Спорт. Норма жизни», который входит в программу «Демография». Поэтому, ну, значительные действительно инвестиции со стороны нашего государства в демографическую политику, но спорт является неотъемлемой частью. Все понятно. Она и раньше была неотъемлемой частью, но мы не слышали об таких инвестициях. Почему сейчас это стало вдруг возможным? Или раньше тоже было возможным, но чего-то не делали? Да нет, здесь, ну, наверное, пришло время. И здесь, как и президент сказал на одном из госсоветей, спорт – это не какая-то развлекуха. Это действительно задача национальная и соответствующее внимание. И это подкреплено как раз в том числе и теми финансами, которые выделены и выделены в том числе и нашему Алтайскому краю. Это очень значимо, и наша задача сделать сейчас все хорошо, что, может быть, позволит претендовать на дополнительные средства. Какая сумма должна поступить и в течение какого срока? Три года – это 800 миллионов. Общая сумма инвестиций за пять лет – миллиард двести. Это и города войдут, да, какие-то спортивные объекты городские и районы тоже будете учить? Там, знаете, пять направлений. Первое – это как раз строительство фоков. В Барнауле будет два. Это строительство ледовой арены в городе Бийске. Третья позиция – это малые спортивные площадки. 59 площадок за пять лет, соответственно, в каждом районе. Четвертая позиция – это два футбольных поля с легкоатлетическими дорожками. Одно из них, соответственно, Ленина 152. И легкоатлетические дорожки будут на стадионе «Динамо». В 2021 году это для Бийска будет на базе стадиона «Прогресс». И пятая позиция – это оборудование хоккейное. Вот сейчас в этом году получает у нас хоккейная школа Черепанова. Барнаульская в 2021 году. Кому будет поставка, мы еще будем смотреть вместе с Федерацией хоккея. А что касается объектов, которые уже есть в Алтайском крае, которые реконструируются, как идет ремонт, например, дворца спорта? Когда вы его откроете? Дворец спорта – это частная собственность. Но, тем не менее, значимость у него общекраевая. И, безусловно, вы курируете этот вопрос. 30 сентября – первый день турнира студенческого. Очень значимое событие для Алтайского края. И как раз уже к этому моменту должен быть открыт дворец. То есть он 100% этот турнир пройдет? А некуда деваться. Турнир будет проходить на двух площадках. Это и дворец спорта, это и на Жасминной. Но основной, конечно, площадкой, удобной для зрителей, будет дворец спорта, который должен уже быть готовым. Но там без выходных идут те работы. То есть достаточно такая спортивная ситуация. Но собственник более чем заинтересован. И он действительно искренне относится к хоккею. Поэтому будет все хорошо. Жасминная, то самое ЧП, когда пострадал ребенок, упал с трибуны. Как сейчас там обстоят дела? Проведены ли какие-то комплексы работ, чтобы больше такого не повторялось? Что должно сделать? Что было упущено? Ну, к сожалению, никто, наверное, не застрахован от подобных ситуаций. Главное, правильно сделать выводы. Выводы всем. Всем спортивным школам, всем спортивным учреждениям. Независимо от формы собственности. Как государственным, так и коммерческим. Но, к сожалению, произошло. Ну, не должно, конечно, быть таких ситуаций. Но, к сожалению, возникло. Сейчас там проверка прошла. Что сейчас там делается? Там безопасно. Там безопасно. То есть в тот момент действительно там велись ремонтные работы, которые, ну, тоже были как предписание определенное. Но, к сожалению, подрядчик допустил преступную халатность. Алексей Анатольевич, одно дело построить очень много спортивных объектов. Безусловно, это, конечно, плюс. Но что делать с кадрами? Ведь известно, что кадровый вопрос, во-первых, страдает. Во-вторых, очень низкие заработные платы у тренеров. Есть ли какие-то пути решения? Как привлекать людей? Как повышать зарплаты? Думаете ли вы из этих миллиардов направить что-то и в карман, наконец-то, тренеру? Кадры решают все. И те значимые инвестиции, которые у нас есть по нацпроекту, конечно же, они призваны на то, чтобы создать необходимые условия для массовых занятий спортом. Но, конечно же, возникает вопрос, с кем это делать. И у нас есть и понимание ситуации в отрасли, но если посмотреть, вот средние цифры, средние у нас выше, например, чем в смежных отраслях. Ну, например, у работников образования. Да, немножко они выше. Но мы ставим задачу все же перехода наших коллег на спортподготовку. Это подразумевает все же какие-то дополнительные требования. Хотелось бы, чтобы каким-то образом это влияло и на ту зарплату, которую они будут получать. Зачастую при переходе с образования в спорт они теряют часть социальных доплат. Может быть, это и компенсируется, ну, скажем так, дополнительной оплатой труда, но тем не менее есть определенные потери. Поэтому мы вместе с нашими коллегами сейчас активно ищем возможности для того, чтобы, ну, переход этот состоялся, но без каких-либо потерь. А много не хватает тренеров? Да, основная, наверное, проблема не в том, не в количестве. То есть, если говорить о количестве инструкторов по спорту, то, что было в советской системе правильно. То есть, тогда, когда мы росли, всегда был, не знаю, комнаты школьника, как-то по-разному это называлось, но были люди. Эти люди есть сейчас, да. То есть, они также являются, не знаю, поклонниками, ветеранами, приверженцами спорта. Они готовы это делать даже за какую-то символическую оплату, но различные оптимизации привели к тому, что были потеряны эти ставки. Вот наша задача сейчас, ну, каким-то образом искать возможности для того, чтобы восстановить вот это утраченное и то, что было правильным очень. Вы говорите, чтобы вернуть зрителей на трибуны, в спорт нужно добавить элементы шоу. Что вы имеете в виду? Какое шоу? В работе с профессиональными командами и с нашей стороны мы видим, что внутри уже этих клубов приходит понимание к тому, что надо конкурировать. Конкурировать в том числе и за зрителя, за вид спорта, для того, чтобы, ну, нам, может быть, уже было проще, где таким-то образом помочь, в том числе и финансированием. Но не с позиции «дай-дай», а тогда, когда уже федерация приходит и говорит о том, что то-то, то-то ими уже было сделано, какие-то средства привлечены. Ну, и здесь, конечно же, уже, ну, это дополнительный значимый аргумент для того, чтобы и помочь этой федерации. Ищут нестандартные ходы, но есть откуда списать правильные рецепты. Это профессиональные команды и наши российские, и международные. Ну, здесь не надо ничего изобретать, здесь просто повнимательнее посмотреть на практику команд. Да, зачастую все упирается в средства, это же тоже надо на что-то делать. Ну, вот в хоккее у нас появился тот бизнес, который заинтересован, и, надеемся, это будет хороший, правильный пример, который позволит также привлечь и бизнесменов другие виды спорта. По баскетболу, будем надеяться, тоже будет хорошая практика. Если все любители баскетбола действительно смогут объединиться, ну, я имею в виду бизнес, и поддержать команду по волейболу, ну, по футболу, отдельная история. Потому конкурировать они должны между собой, ну, и тем образом. Я думаю, любители спорта заметили, да и не только любители, а, в принципе, жители Барнаула заметили, что в последний год у нас проходит очень много всяких чемпионатов с международным участием. На Грибном канале, сколько сюда приехало, по-моему, с каждого уголка земного шара. Вот скажите, пожалуйста, как, во-первых, такое стало возможно? Почему вдруг Барнаул стал точкой притяжения? Это в том числе и ваша работа. И есть ли какие-то чемпионаты, которые могли бы в перспективе здесь проводиться? Ну, знаете, если мы говорим о гонке чемпионов, которая была на Грибном канале, это все же заслуга моих предшественников, Лебедева Елена Александровна, это команда и Федерации Гребли. Поэтому здесь это то правильное наследие, которое осталось для меня. То, что мы со своей стороны сейчас, к чему готовимся, это 21-й год, июнь, этап Кубка Мира. Вот это очень значимо. Это первые официальные международные соревнования, которые пройдут в Алтайском крае. И если здесь, опять же, посмотреть на другие субъекты, вот у нас оно будет первое, а есть субъекты, где по 10-15 в год проходят. Поэтому есть нам к чему стремиться. Но, конечно же, с каждой федерацией, с каждым видом спорта мы будем стараться привлечь сюда какие-то международные соревнования. Но проведение международных соревнований – это ведь и определенные финансовые инвестиции, и они должны быть сопоставимы все же тому плюсу, который это принесет. Плюс я имею в виду в популяризации вида спорта. Поэтому здесь тоже, с одной стороны, хочется, наверное, заявиться на все те грандиозные события, но, с другой стороны, нам важно и научиться проводить такие соревнования. Это тоже, ну, степ-бай-степ. Для многих ваше имя, министерское новое, связано с вашей идеей перекрыть Ленинский в качестве пешеходной зоны. Что с этой идеей? Это не будет этого у нас в Барнауле? Время покажет. Ну, посмотрим. Ну, практика, опять же, многих европейских городов, наших российских городов. Да, это практикуется хорошо. К этому придем мы. Многие смеются, что уже перекрыть Ленинский, потому что идет ремонт. Было бы смешно, если бы не было так грустно. Спасибо вам огромное за то, что вы нашли время ответить на наши вопросы. Спасибо вам. Мы сегодня говорили с Алексеем Перфилевым, министром спорта регионального, говорили о том, как заниматься физкультурой и как развивать алтайский спорт. До встречи.